Получили посылку на почте. Вот такая коробочка. Что там пока не понятно. Написана какая-то запчасть. Сейчас я ее открою. Получали на почте, естественно, такой почтовый ящик уже не влазит. Сейчас мы посмотрим, что же там внутри. Внутри, в принципе, как и ожидалось, оказалась вот такая вот коробка. Что еще внутри мы пока не знаем. Сейчас я при вас распакую. Я думаю, это не займет много. Нет, сейчас подожди. Итак, вот я вскрыл коробку. Здесь лежит набор отверток, присоска, шкребочек, и еще какая-то хрень. Не знаю. И вот такой вот запакованный в пупырку пупырки. Много пупырки. Пажется, я знаю, что это. Это, наверное, экран для телефона, для айфона, честно говоря. Я первый раз заказываю экран там. Вот для айфона 5. Задолбался покупать в Москве. Потому что последний раз что-то он стоил около 4 тысяч. Я считаю, это просто грабеж. Но там был уж на айфон можно купить за 15-16, 4 тысячи только за экраном давать. Это просто катастрофа. Вот я его купил. Сейчас я его достану. Двумя руками это будет удобнее. Покажу, как он выглядит. Итак, вот что было внутри. Внутри лежало оно все вместе лежало. Сейчас верну первоначальный вид, чтобы мне было интересно, что внутри лежала вот такая вот пластиковая упаковка. Если открыть в комплекте, к нему сразу был экранчик. Ну, защитный. От царапин. И собственно сам экран для пятерки. Причем, честно говоря, я их уже много видел. Он очень даже неплохого качества. Во всяком случае, с внешней стороны. Вот так вот он выглядит. Для пятерки точно. По разъемам понятно. Вот такая вот игрушка. Вот. То есть, китайцы молодцы. То есть, вложили все, что нужно. Экран. Защитную пленку. Запаковали у него. Запаковали. И в комплекте приложили. Теперь открывается истина. Ну, это, понятно, отвертки для вскрытия телефона. Это скребок, чтобы его скрывать. А вот это вот, ну, обычно не кладу, не дается в комплекте. Вот этот вот элемент. Это для выравнивания, чтобы не было пузыриков. Когда вы наклеиваете пленку. Потому что так на экран ничего не сделать. А если клеить пленку, это чтобы удалить пузырики с поверхности экрана. Сейчас мы с вами посмотрим, сколько это все стоит. Вот. Нашел заказ. Стоил это всего 22 доллара. То есть, грубо говоря, 22 доллара умножить даже на 66 рублей. 66. Получается 1450. Не забывайте, что в комплекте идут отверточки. Отвертки, я сам помню, что я покупал их в районе 300-400 рублей за комплект. То есть, получается, сам экран стоит около 1000 рублей. А к нему еще идет пленка, которая рублей 100 точно у нас стоит. Получается экран до 800-900 рублей. Это просто даром. По сравнению с теми обнаглевшими ценами наших продавцов, когда они за экраны берут около 4000 рублей. Или не продает без замены. То есть, за 4,5. То есть, это просто даром. Естественно, все будет зависеть от его качества. Но качество мы проверить в ближайшие недели не сможем. Так что, придется выложить как есть. Но сам по себе товар. То, что можно вернуть сразу бабки, если что-то не понравилось. Мне кажется, говорит все сам за себя. Сейчас мы зайдем, посмотрим, как выглядит заказ. Сейчас он. Сейчас вот по нынешнему курсу. То есть, я покупал где-то по 1400-1500. Сейчас это стоит 1290. Вот. Подробное описание. Ну, хотя какое-то может быть подробное описание к экрану. Вот экранчик. Экранчик и экранчик. Так вот он выглядит. Бывает белый и черный, естественно. Два цвета. С гарантийными наклейками. То есть, что-то случится. Видимо, китайцы что-то придумают. Могут даже вернуть папки. Я не удивлюсь. Вот. И отзывы. 650 отзывов. Он швейцарец. У него почти все то же самое. Все работает. Игра спят звезд. Вот. Все довольны. Все просто замечательно. Так что... Там у одного искажен цвет. Но, опять же, это зависит от сборки. Если там случайно чуть-чуть не задавить, не нажать, не прижать кабель, то цвет немножко искажается. Возможно, дело в этом или в любом, в любой партии все равно какой-то присутствует процент брака. Ну, в общем, я доволен. Учитывая, что я купил экран за 900 рублей вместо 4000. Это просто подарок. Субтитры делал DimaTorzok Ну. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...